Третье мая, четверг. Это значит пришло время большой уборки. Мы сейчас находимся в Свердловском районе. Я напомню, ровно неделю назад моя коллега Виктория Столярова окрестила его районом отстающим по своей чистоте. Все из-за участка на пересечении улиц Судостроительная и Графитная. Смотрите, что здесь было на прошлой неделе. Отходы разбросаны вокруг двух мусорных контейнеров. Сейчас мы видим, отходы разбросаны также вокруг двух мусорных контейнеров. Мусор отсюда вывезли совсем недавно, 28 апреля, в субботу. И вот он снова здесь. В администрации Свердловского района, говорят, свалка здесь стала цикличной и вечной из-за павильончиков, которые пользуются контейнерами. Забивают их под завязку, а за вывоз мусора не платят. Житель вообще просит эти контейнеры отсюда убрать. В администрации сейчас решают этот вопрос. У нас здесь прошло собрание жителей, которые отказываются от данной стоянки для сбора твердых коммунальных отходов. Хотят установить индивидуальные баки, приобрести за свой счет и установить около своих домов. По логике, самый большой район города должен быть самым грязным. Однако за чистотой в Советском следят и неплохо, но только не на этом участке напротив дома Краснодарская 8. Здесь целый пустырь завален строительным мусором, бытовыми отходами. Заявку на уборку этого участка мы передавали в мэрию на прошлой неделе. Там отчитались. Участок включен в список двухмесячника. Его очистят до 1 июня. Как и другие участки, где сейчас грязно. Мотозалки 8 и Воронова 12Д. Об этих адресах в мэрии также в курсе. И также говорят, до 1 июня мусор весь вывезут. К этому сроку в городе закончится двухмесячник по благоустройству. Жители переживают, что он мог пройти для галочки. И после него про захламленные участки в мэрии забудут. Мы будем просто проводить проверки рейды. И в результате проверок уже будем заставлять их проводить уборку. Сейчас хотелось бы о хорошем, да вот не получается. Потому что эта картина возле дома на Айвазовского 11 хороших слов найти не позволяет. Здесь все осталось точно так же, как на той фотографии, которую вы нам присылали около двух недель назад. Ничего здесь не убрано, пакетов стало даже больше. В целом про улицу Айвазовского нам городской администрации сказали, что ее убрали во время городского субботника 28 апреля. И ведь действительно, возле домов сейчас все прибрано, красиво, мусорных пакетов нет. Но стоит только повернуться, и мы видим, что все эти мусорные пакеты, которые собрали во время субботника, сейчас свалены прямо здесь в кучу. Собаки растаскивают мусор по всей округе. Так что лучше не стало. Поэтому мы снова на этот участок подаем заявку в городскую администрацию. Ну и сейчас, наконец-то, к хорошему. Мы также в Ленинском районе, это Львовская, 40. И здесь действительно убрали весь мусор, который был разбросан вокруг контейнеров. Убрали его в день субботника, также 28-го. Вот сейчас, я так понимаю, убирают уже остатки. Обещают, что мусорные пакеты вывезут в ближайшее время. А сейчас мы находимся на предмостной площади за зданием бывшего клуба «Планета Красноярска». И здесь, на самом деле, целый мусорный рай. Скорее всего, весь этот мусор относят от павильонов, которые расположены на остановке, потому что ассортимент на это наталкивает. Это различная одноразовая посуда, бутылки и другой бытовой мусор. Заявку на уборку этого участка и других новых адресов мы передали в городскую администрацию. Что ж, через неделю посмотрим, насколько здесь изменится ситуация. Елизавета Курочкина, Николай Чистяков. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин